Участники палестинского движения «Хамас» уже несколько суток запускают ракеты из сектора Газа по израильским городам. Армия обороны Израиля совершает авианалеты и артобстрелы палестинской территории. Американо-российское противостояние, то есть новая холодная война, лишь набирает обороты. Ильнас Галявиев признался в убийстве, однако точного количества людей, погибших от его рук, назвать не смог. Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Международная панорама» на канале КРТ и я, Даниил Богатырев. Вне всякого сомнения, основным событием текущей недели стал разгоревшийся с новой силой палестино-израильский конфликт. По состоянию на момент записи этой передачи, участники палестинского движения «Хамас» уже несколько суток запускают ракеты из сектора Газа по израильским городам. Армия обороны Израиля совершает авианалеты и артобстрелы палестинской территории. По заявлениям министра обороны Израиля, вскоре в секторе Газа будет начата наземная военная операция. Формально очередное обострение конфликта началось 10 мая, когда в Иерусалиме произошли столкновения между палестинскими демонстрантами и израильской полицией. Стычки стали самыми ожесточенными за последние несколько лет. Пострадали 700 палестинцев и несколько израильтян. Протесты произошли возле мечети Алякса на Храмовой горе, которая считается священным местом как для мусульман, так и для иудеев. Помимо этого, столкновения были в районе Шейх-Джарах, там живут преимущественно палестинцы, откуда по решению суда хотят выселить 6 палестинских семей. Днем 10 мая палестинская группировка «Хамас» потребовала убрать полицию с Храмовой горы и Шейх-Джарах. Когда ультиматум не был выполнен, участники движения начали обстреливать города юга Израиля со стороны сектора Газа. По данным израильской армии, было выпущено больше 300 ракет. Большую часть обезвредила израильская система противоракетной защиты «Железный купол». Из-за обстрелов пострадали несколько человек. Палестинцы утверждают, что из-за ответных израильских обстрелов пострадало 65 человек, еще 20 погибли. Напомню, это данные на момент начала конфликта. Ситуация в Иерусалиме обострилась в середине апреля, когда начался священный для мусульман месяц Рамадан. Израильская полиция запретила палестинцам собираться на ступенях у дамасских ворот старого города. Кроме того, 10 мая отмечался День Иерусалима, праздник, посвященный присоединению восточной части города к Израилю в ходе шестидневной войны 1967 года. Обычно в этот день евреи проходят шествием через мусульманские кварталы. Палестинцы считают это провокацией. Стоит также упомянуть, что начавшемуся 10 мая обострению ситуации в Израиле предшествовали беспорядки, которые продолжались неделю. Одной из главных их причин стала попытка властей выселить несколько палестинских семей из их домов в Иерусалиме. Слушание в Верховном суде Израиля по этому делу должно было состояться 10 мая, но его отложили по требованию прокурора. Шейх Джара или Шейх Джарах – это преимущественно палестинский квартал в восточном Иерусалиме, расположенный в двух километрах к северу от старого города. Он получил свое название от гробницы 13 века шейха Джара, личного врача арабского военачальника 12 века Саладина. Таким образом, для мусульман данная территория обладает неким символическим значением, и готовившееся выселение с нее нескольких арабских семей они восприняли как сознательное унижение. Более того, судя по заявлениям международных правозащитных организаций, этот случай был далеко не единственным примером угнетения палестинцев со стороны израильского государства. Так, в опубликованном 27 апреля докладе организации Human Rights Watch под названием «Порог перейден власти Израиля и преступления апартеида и преследования» прямо говорится следующее. Цитата. Законы, политика и заявления ведущих израильских должностных лиц ясно показывают, что цель сохранения контроля еврейского населения Израиля над демографией, политической властью и землей долгое время определяла политику правительства. Преследуя эту цель, власти в различной степени лишили собственности, ограничили, насильно отделили и поработили палестинцев в силу их идентичности. В некоторых областях, как описано в этом отчете, эти лишения настолько серьезны, что их можно приравнять к преступлениям против человечности в виде апартеида и преследований. По состоянию на вечер 12 мая, по сообщениям палестинской стороны, в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли 56 человек, в том числе 14 детей и 5 женщин, а были ранены 335 человек. С израильской стороны также есть жертвы. По состоянию на вечер 12 мая погибло двое гражданских и один военнослужащий. По данным армии обороны Израиля, начиная с 10 мая, из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более 800 ракет. В свою очередь, израильская авиация нанесла удары по более чем 500 целей в секторе Газа, в том числе разрушив высотное здание, где находились офисы членов полютбюро радикального исламистского движения «Хамас» контролирующего сектор. Количество пусков ракет и авиаударов приведено также по состоянию на вечер 12 мая. На момент публикации данной передачи их будет наверняка больше. В городе Лот было введено чрезвычайное положение после масштабных столкновений арабов и евреев. Власти объявили о потере контроля над городом, после чего туда были введены подразделения израильской армии из соседних областей. Арабы громили машины еврейских поселенцев, жгли синагоги и избивали евреев. Также сообщается о беспорядках в населенных пунктах Акко на севере Израиля и Яффа близ Тель-Авива, где проживает значительное количество арабов. Как видим, обострение палестино-израильского конфликта за считанные дни переросло в достаточно интенсивные боевые действия с применением тяжелых вооружений. Но что же послужило политической причиной для него и кто ответственен за все жертвы, погромы и разрушения? Ответ на этот вопрос, как бы не застевал глаза информационный туман войны, представляется довольно простым. Момент начала нового палестино-израильского обострения удивительным образом совпал с истечением срока, отведенного премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньяху на формирование правительства. Если сопоставить этот факт с тем, что против Нетаньяху выдвинуты обвинения в коррупции, и как только он покинет премьерское кресло, против него начнется уголовное разбирательство, картина станет предельно ясна. В свете вышеизложенного, происходящее в Иерусалиме и секторе Газа представляется отчаянной попыткой Бениамина Нетаньяху сохранить за собой постпремьер-министра, вследствие неудачной для него внутриполитической конъюнктуры, что и потребовало провокации с выселением палестинцев и атакой на верующих мусульман, чтобы спровоцировать арабов на реакцию, представить дело с самозащитой Израиля и под лозунгом «Сплочение против внешней агрессии» добиться такой конфигурации правительства, где действующий премьер мог бы сохранить свое кресло и избежать судебного процесса по обвинению в коррупции, который начнется после того, как он покинет должность. Таким образом, разрушительный конфликт с человеческими жертвами был разожжен, руководствуясь шкурными интересами одного амбициозного и, вероятно, нечистого на руку политика. Но в мировых СМИ, конечно же, во всем обвиняют палестинцев. Имидж религиозных радикалов и фундаменталистов, увы, играет с ними злую шутку. Подробнее об обострении Палестино-Израильского конфликта поговорим с основателем портала «Дипломатические комментарии» Ауракхом Рамданом. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Данил. Спасибо, что пригласили. Первый вопрос, который хотелось бы вам задать, вот сразу же политические причины конфликта. Многие пишут, и это не секрет, и я, откровенно говоря, придерживаюсь того же мнения, что основной политической причиной послужило желание Бельниамина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, сохранить свой пост. И, соответственно, у него уже истекал срок формирования коалиционного правительства, конфигурация была для него неблагоприятна, а он мог покинуть свой премьерский пост. И после этого против него неизбежно началось бы разбирательство по обвинению в коррупции. Вот как вы считаете, насколько данная причина явилась основной и фундаментальной для этого нового обострения? Или, может быть, там было что-то еще? Да, спасибо за ваш вопрос. Действительно, эта версия, она обсуждается и становится реперной в экспертных кругах, о том, что Нетаньяху не хочет упустить власть и боится судебного разбирательства на фоне коррупционных своих схем. Поэтому вот на 5 число уже заканчивается его мандат по формированию правительства, чтобы он передал Лапиду, наверное, своим оппонентам. И там, наверное, была готовая схема по привлечению арабского списка. И, получается, он уже теряет власть и становится заложником судебных разбирательств. Поэтому, таким образом, вот то, что решение суда по принудительному выселению семьи арабских, с шеих Аль-Жаррах, квартала в храмовой горе, и служило вот этим, как говорится, детонатором, который вот пошел к эскалации этого вопроса. Естественно, все политические и комбинации по формированию отходят на второй план. Вопрос уже безопасности Израиля. Бениамин Нетаньяху выходит уже в новом полуа, как лидер нации, который должен защищать еврейские государства от нападок террористических, в кавичках, говорится, элементов из сектора газа. Вот это одна версия. У меня своя тоже версия. Да, пожалуйста, расскажите нам, очень интересно. Глубже она, знаете, я очень люблю советские фильмы, вот Муравьева с позвонными и позвонными, да, и так далее. Вот звонок Байдена стал для многих политиков, я бы сказал, такой маркером легитимности поддержки. И всегда они используются в вопросе, даже эскалационные в своих, внутриполитических, таким надо дойти до точки, до бела, как говорят, да, в металлургии, чтобы вызвать реакцию вот новой администрации, вот появиться вот на арене. Вы именно, он получил звонок и получил письмо, и вот это внимание. Естественно, мы понимаем, что эскалация в такого масштаба, она будет приводить в движение другого маховика, по шире, по ее географии, которая коснется и Турции, и Ирана. Таким образом, вот поступки и действия Хамаса будут сразу привлекать внимание к Ирану, который является спонсором и идеологически, и материально, и финансово, частично, есть и другие субъекты, и сектори газа, и, соответственно, Хамас. Таким образом, Натиньявов скажет, нужно хорошо пересматривать вопрос ядерной программы, как можно дать такому кавичках идеологическому монстру, который нам войнушку тут устроил, потому что за Хамас, смотрите, ракеты, откуда эти технологии, видите, такая большая плотность огня, значит, там есть телеметрия хорошая, расчетная инфраструктура, там металлурги хорошо работают. Кстати, помимо вот этих ракет Касам, которые дешевые, достаточно кустарного производства, также в последнее время появились и ракеты, которые летят на 150 километров, а Касам не может лететь так далеко, соответственно, это, вероятно, какие-то иранские поставки или что-то в этом роде. Да, это вообще интегрированное такое производство, аффилированное от Иранской республики, это понятно. Таким образом, уже Натанев имеет в этой карте уже на пересмотр всей этой программы вокруг ядерной сделки, еще одно, другой аспект, это вот это потепление, которое пошло между Саудской Аравией и Ираном, вот если кто-то хорошо слушал интервью Мухаммеда бен Сальмана о том, что он капитулирует, капитулирует, он дает возможность, что у нас уже хорошие отношения и будем, как говорится, расширять сотрудничество. Это коснется тоже и сирийского вопроса. — В Йемене. — В Йемене, там Мухаммед бен Сальман, я хорошо, внимательно послушал его на арабском языке, потому что в переводе там много чего теряется по пути, сложности перевода. Вот я понял, что он действительно, у него другого выхода нет, потому что американцы, и Мессивиду Байден его зажали в угол, у него там серьезные вопросы связаны с Хашукжи, с правозащитной темой, там с коррупциями, поэтому в этом плане он, как говорится, уже находится в почти что-то на скаме подсудимых, если хорошо поработать со стороны ФБР, со стороны ЦРУ и разных судебных и антикоррупционных структур международного плана. Это серьезная вещь. Я могу сказать для вашей аудитории о том, что он заявил о том, что самолет, который, он лично, вроде бы на котором убийцы, там 15 человек, поехали в Турцию, вот этот самолет находился на балансе, как вы думаете, суверенного инвестиционного фонда ЦСКАРАВИ, и поэтому в этом плане у американцев юридически даже есть повод наложить какие-то санкции на самый серьезный актив всего королевства. Ну, безусловно, держат Бен Сальмана на крючке. Да, на крючке. И таким образом, я хочу... Пожалуйста. Значит, вот это потепление, это такая рокировка, такой референс со стороны Байдена в сторону суннитского мира. И таким образом он дает возможность Ирану, как говорится, открыть свои ворота на сотрудничество. Это, конечно, ударит по Китаю, по России. И когда Иран получит вот такие преференции и финансовые, и геополитические, он, естественно, отойдет от других своих партнеров. Это ударит по возможности Китая тоже использовать Иран в своих, как говорится, расчетах, в своих комбинациях против Соединенных Штатов Америки. Это очень серьезная, тонкая игра. И тут, господин наш Натаньяху, который есть в своей расчете как на внутреннем фронте, так и на внешнем фронте в политике, он теряет такого партнера, такую комбинацию. А сунита, шиистском противостоянии, который хорошо умело использует, выходит, он выходит, как говорится, из игры. А что делать? Поэтому надо привлечь внимание, как Муравьева, позвони, позвони мне ради Бога. И вот эта эскалационная тематика, она привязана, я бы сказал, к этим двум критериям, о которых только что с вами обсудили. Ну так, логично, просто и понятно. Да, интересная точка зрения. И все-таки вот эта эскалация по таким политическим мотивам, которые вы назвали, или сугубо внутриполитическим, она ведь чревата для Израиля весьма серьезными последствиями. Потому что тот же Иран, он также не играет открытую игру, он играет очень тонко, аккуратно. И вот проиранские шиитские группировки, в частности Хизбалла, в частности Хуситы Йеменские и некоторые группировки в Ираке заявили о готовности поддержать палестинцев в случае, если те попросят, выступят с такой просьбой. Вот, то есть фактически Иран таким образом выставляет Израилю, ну как бы ультиматум. Вот сейчас палестинцы могут попросить подмоги и со всех сторон на Израиль будут атаки. Причем самое, наверное, опасное для израильтян здесь Хизбалла, потому что однажды она Израиль уже била в 2006 году. И очень серьезно. Да, я поддерживаю эту концепцию. Действительно, у Ирана, знаете, у него сейчас очень много инструментов. По ошибке, по недальновидности Натаньягу, который смотрит только на кресло, наверное, я премьер-министра, и о своих амбициях он упустил и дал возможность, дал Ирану все карты. Поэтому он стал заложником собственных ошибок. Еще вопрос, я всегда уточняю, вот решение вот суда израильского по веселению, это одно. Но когда идет вопрос, вы посылаете свои силы безопасности в храм, где священный месяц для мусульман, Рамадан, еще вот 3-4 дня, ну 10 дней последних, это очень священное для мусульман. Это очень тоже неденовидно. Потому что я считаю, когда многие политики, когда они банкротят в хозяйстве, там, в серьезных вопросах государственного плана, они начинают заигрываться с храмами и с религией. Она приносит какие-то дивиденды, но они краткосрочные. И это вот межа, как мы говорим, очень тонкая, нельзя играть с конфессиональными, религиозными этими картами ради своих политических амбиций. Потому что рано или поздно вы можете ввергать свое государство в гражданскую войну. Это очень опасно. Вот то, что мы видим сейчас в Палестине, это часть сценария потенциального, это урок для многих государств, у которых есть вот эта тема, или есть такая привычка, играть с религиозными и конфессиональными картами. Ну вот, в общем, отвечая на ваш вопрос. Да, действительно, там Хезбулла, он сейчас себя хорошо чувствует, у него есть поддержка. И я вижу, что несмотря на весь этот эскалационный виток, который мы сейчас наблюдаем, вот это то, что порция, которая была получена Хамасом от Ирана или от других спонсоров, ну, рано или поздно надо закончить, получается, какое-то не затишье, а будет фаза для переговоров, уже для оценочных моментов вот этого кризиса. И потом в этом плане я вижу, что Байден в этом плане откроет себе новую площадку для маневров против России. Почему? Я вам скажу, почему. Есть такой механизм международный, это квартеты, ну, там, четыре стороны, которые полномоченные решат этот ближневосточный вопрос. И у нас туда входит Россия, входит объединенные нации, международные нации, США и Европейский союз. Вот в этом плане на предстоящем саммите, кроме украинский вопрос, сирийский, еще палестинский вопрос, где будет, кстати, у Байдена будут какие-то моменты для торга и для, я бы не сказать, сапатажа, но Израиль для России тоже важный субъект международных отношений. И на этом, где будет акцент, потому что в этом плане это касается и нашей Украины, нашего государства с вами. Потом, если раньше только Украина будет, как говорится, лакомысовой бумажкой для выясненных отношений, сейчас появляется вот это Израиль-палестинский вопрос, тоже очень серьезный фактор, который будет вытягивать акции, я бы сказала, или топлива переговорного от украинской темы. Ну, кстати, там также и замешана Турция, и Турция недавно выступила в ООН с инициативой такой антиизраильской резолюции на Совете Безопасности ООН. Понятно, что Соединенные Штаты это не пропустят в таком виде, как минимум изменят, а как максимум, значит, право вета, вот, наложат веты и все, и эта резолюция не пройдет. Ну, вот, в связи со всем этим, хотелось бы задать уже, наверное, последний вопрос. А насколько затянется вот это обострение нынешнее, вот по вашим прогнозам, сколько оно может продлиться? Месяц, два и так далее. Потому что сам конфликт, мы понимаем, это на долгие годы еще вперед затянется. А вот нынешнее обострение? Обострение до саммита Путин-Байдена. До саммита. Да, почему? Потому что, знаете, каждый сейчас играет в свою карту. У нас и украинская тема, и арабо-израильская, иранская тема, ядерная. Знаете, все, каждый, знаете, каждый купил свои билеты и хочет на первый ряд, да. Вот сейчас идет кто у кого, где купить билеты, на кассе или на руках. Ну, я так образно, ваша аудитория очень умная, поймет, о чем я разговариваю. Благодарю вас за беседу, господин Рабдан. Спасибо вам. В гостях у Международной панорамы был Аурак Рамдан, основатель портала «Дипломатические комментарии». Тем временем в американо-российских отношениях идет постепенная подготовка к вероятным переговорам президентов двух стран. За минувшие две недели больше всего была заметна эта подготовка с американской стороны. Так, 6 мая состоялся визит госсекретаря США Энтони Блинкина и его заместителя Виктории Нуланд в Киев. Американские чиновники провели встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, главами парламентских фракций, а также премьер-министром Денисом Шмыгалем. Такая программа визита как нельзя лучше подходит для того, чтобы узнать из первых уст как можно больше информации о политической и экономической ситуации в стране, которая может понадобиться перед переговорами американского президента Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным. Не вызывает сомнения тот факт, что в ходе этих переговоров будет обсуждаться в том числе и Украина как один из наиболее важных театров американо-российского противостояния в Восточной Европе. Информация об актуальном положении вещей в Украине в этой связи может понадобиться американцам для понимания того, какую тактику относительно нее выбирать при переговорах с Путиным. Версию о том, что визит Блинкина и Нуланд был инспекционной поездкой в преддверии важных переговоров подтверждает и то, что несколькими днями ранее, 3 мая, 73-й морской центр спецназа ВСУ имени Кашевого атамана Антона Головатова посетил командующий силами специальных операций США в Европе генерал-майор Дэвид Тейбор. Официальной целью визита американского генерала названа оценка уровня военного сотрудничества, подготовки и взаимодействия между морскими подразделениями сил специальных операций Украины и США. Однако истинной его целью наверняка была оценка состояния украинских вооруженных сил на примере их самых боеспособных подразделений. Кстати, заявление Блинкина на совместном брифинге с Зеленским о том, что российская угроза для Украины остается сильной, не что иное, как напоминание о том, что американо-российское противостояние, то есть новая холодная война, лишь набирает обороты. Украинские публичные обозреватели увидели в этих заявлениях лишь ритуальные слова поддержки, хотя на самом деле они гораздо более глубоки и могут определять роль Украины как главного американского раздражителя под боком у России на годы или даже десятилетия вперед. Помимо сбора информации для будущих переговоров, США и страны НАТО в последнее время активно прибегают к дипломатии учений. Как сообщает издание Deutsche Welle, в мае и июне страны НАТО и их партнеры проводят в Европе целый ряд военных учений. Часть из них имеют похожие названия. Defender Europe 21 и Steadfast Defender 2021. Маневры Defender Europe проходят каждый год. Организовывают их американские сухопутные войска, а участие принимают ряд других стран, как членов НАТО, так и государств-партнеров. В этом году к учениям кроме Соединенных Штатов присоединились 25 стран. Большинство из них – европейские члены Альянса, а также Канада, Украина, Грузия, Молдова и все страны Западных Балкан, кроме Сербии. Defender Europe 21 пройдут на территории 16 стран. Ни Украины, ни Грузии среди них нет. По сообщениям Пентагона, в учениях примут участие 25 тысяч человек. Официально данные учения позиционируются как плановые и ежегодные. Впрочем, американские СМИ прямо пишут о том, что они являются частью так называемой дипломатии учений, которую недавно демонстрировала у границ Украины и российская сторона. Так, например, агентство CNN в статье под заголовком «Учения НАТО охватывают Европу на фоне российской эскалации и роста напряженности в отношениях между Москвой и США» пишет, цитата, «Ежегодные учения были отменены в прошлом году из-за вспышки пандемии коронавируса. И хотя на их подготовку ушло больше года, никто не забывает, что они совпадают с резкой эскалацией напряженности между Россией и Западом». От себя добавим, что не только с эскалацией напряженности в американо-российских отношениях, но и с подготовкой к вероятной встрече Байдена с Путиным, которая может состояться этим летом. Наряду с дипломатией учений, накануне возможных американо-российских переговоров на высшем уровне, ставки в отношениях с Россией пытаются повышать и европейские союзники США. Так, министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила о том, что республика намерена потребовать от России не менее 1 млрд крон, то есть около 47 млн долларов, в качестве компенсации за взрывы в Овербетице в 2014 году. Об этом политик рассказала в воскресенье 9 мая в эфире программы чешского телевидения Week in Politics. Напомним, что речь идет о тех самых взрывах складов, в которых в Чехии подозревают ставших легендарными Петрова и Баширова. Конечно, реальных шансов на получение компенсации, равно как и на доказательство причастности российской стороны ко взрывам складов, у чехов нет никаких. Но это и не является целью подобных заявлений. Единственная их задача – бомбардировать будущего партнера американцев по переговорам шквалом обвинений с тем, чтобы под их предлогом угрожать введением новых санкций. 9 мая телекомпания CNN выступила с утверждением, что хакеры, стоящие за кибератакой на крупнейшую американскую компанию Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией. Однако затем американский президент Джо Байден опроверг эти заявления, сказав следующее. Цитата «От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель находится в России». Подобные заявления американской стороны следует рассматривать как попытку играть с Москвой в политику кнута и пряника, демонстрируя то, что новых обвинений в кибератаках может и не быть при условии, если российская сторона в чем-то уступит. Впрочем, вся подготовка к возможной встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным выглядит несколько переоцененной, особенно американской стороной и западными СМИ. В условиях, когда новая холодная война фактически началась и ни одна из сторон не намерена уступать своих позиций, наивно было бы полагать, что такая встреча может принести деэскалацию. Скорее всего, она станет чем-то наподобие недавней встречи американской и китайской делегаций в Анкоре на Аляске, где каждая из сторон высказывала свою позицию и обвинения в адрес противоборствующей стороны, тем самым зафиксировав статус-кво. Еще одним событием, без преувеличения потрясшим все постсоветское пространство, стал школьный расстрел в Казани. 11 мая в столице Татарстана выпускник школы номер 175, 19-летний Ильнас Галявиев, пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем марки «Хацан Эскорт» и полной патронов сумкой. Оружие он купил за пару недель до преступления, получив на него официальное разрешение. Беспрепятственно зашел в школу, ходил по этажам и открыл двери в 8-й А-класс, где в это время шел урок, после чего открыл огонь по детям. Преступник убил 9 человек и ранил около 20. Раненые, в основном дети, находятся в тяжелом или средне-тяжелом состоянии. Правоохранителям преступник сдался сам. По данным СМИ, он вышел к полиции с поднятыми вверх руками. Пока Ильнас Галявиев ожидал суда о мере пресечения, следователи провели обыск в его квартире, где обнаружили большое количество химических веществ, которые используют для создания самодельных взрывных устройств. Также стало известно, что устроивший бойню в учебном заведении не врал, когда говорил, что собирался взорвать собственную квартиру. Выходя из дома, он поджег двери, пламя от которых по счастливой случайности не перекинулось на мебель. В квартире, где Галявиев готовился к нападению на школу, обнаружили набор террориста. Пять упаковок аммиачной селитры, упаковку алюминиевой пудры, гвозди, часовой механизм, силикогель, маленькие весы и колбы. Ильнас Галявиев признался в убийстве, однако точного количества людей, погибших от его рук, назвать не смог. Он сообщил, что убил четырех взрослых и более семи детей. На самом деле погибли две женщины и семь школьников. Перед тем, как устроить бойню в школе, преступник завел телеграм-канал, в котором опубликовал сообщение следующего содержания. Цитата. Во втором сообщении он добавил, цитата, «Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас». На следующий день после трагедии стало известно, что в 2017 году Галявиеву поставили диагноз энцефалопатия. Но, несмотря на поражение мозга и на постоянные жалобы на головные боли, его признали годным к срочной службе. В армию Ильнас Галявиев должен был отправиться осенью. И колледж бы его не спас. Совсем недавно его оттуда исключили. Родители об этом не знали. Странно и то, что подобное заболевание не помешало преступнику получить разрешение на огнестрельное оружие. Трагедия в Казани активизировала в России и на постсоветском пространстве дискуссии о том, откуда вообще взялась проблема школьных расстрелов, и почему в последнее время подобные случаи происходят все чаще. Дать однозначный ответ на этот вопрос непросто. Но, как мне представляется, искать его следует в социальных факторах. После 1991 года как Западный мир, так и страны бывшего Варшавского договора стали погружаться в мировоззренческую парадигму постмодерна. С его неоднозначностью истины, признанием реальным всего, что кому-то хочется считать таковым, и предельной атомизацией общества. Вероятно, молодым людям с особо нестойкой психикой от жизни в таком обществе без однозначных ориентиров попросту сносит крышу. Впрочем, это мое субъективное мнение, и истинные причины могут быть гораздо более комплексными. О проблеме так называемых школьных расстрелов и том, что может являться ее причиной, поговорим с психологом Юлией Халевич. Здравствуйте. Добрый день. Вот прежде всего хотелось бы задать вопрос, наверное, не о данном конкретном случае, потому что все-таки информации у нас достаточно немного пока что. А вот о проблеме так называемых школьных расстрелов в целом. Мы знаем, что впервые подобное явление было отмечено в Соединенных Штатах в 1999 году, так называемая стрельба в Колумбайн. И с тех пор данное явление стало распространяться сначала по Соединенным Штатам, а вот в последние годы мы уже увидели его проявление и на постсоветском пространстве. Был похожий случай в Керчи пару лет назад, и вот теперь в Казани. Скажите, пожалуйста, что, по-вашему, может являться такой, ну, социальной причиной данного явления? Социально-психологической, возможно. Почему вот раньше этого не было, а сейчас вдруг появилось? Ну, смотрите, с развитием общества все-таки желание человека проявить свою точку зрения. И, скорее всего, это связано, насилие оно было присутствовать. И, скорее всего, это насилие было присутствовать в жизни этого конкретного ребенка, этого конкретного человека. И поскольку общество становится все более, его влияние становится все большим, то, конечно же, человек хочет ответить этому обществу. И если в социальной среде он испытывал насмешки, издевательства в той же школе, понятно, что это провоцирует, непонимание может провоцировать такое поведение. Отсутствие поддержки, отсутствие, такая возможность быть услышанным. А скажите, вот насколько это влияет, точнее, на это явление может влиять та, ну, скажем, социальная парадигма, в которой мы все живем? Я объясню немножко свою мысль. После 1991 года весь мир, как Запад, так и бывший Варшавский договор, страны бывшего Варшавского договора, вошли в такой, ну, что ли, такую философскую парадигму постмодерна, когда нет однозначных ценностей в обществе, нет однозначной идеологии, обязательной для всех в обществе, когда общество предельно атомизировано, и, в общем-то, каждый индивид себе на уме. А в последнее время это развивается до тех степеней, что в одном индивиде могут сосуществовать несколько дивидов, ну, вот как с этими трансгендерами, так называемыми, и другими, значит, подобными деструктивными явлениями, распространяющимися сейчас на Западе, ну, фактически со скоростью света. Вот как вы считаете, вот эта обстановка, может быть, она как-то тоже влияет на подростков, на молодое поколение, что им, ну, говоря простыми словами, сносит крышу от этой неопределенности социальной? Вопрос социальной неопределенности присутствует в любом сообществе, и вопрос самоидентификации остро стоит, особенно в подростковом возрасте. Это не столько связано с постмодерном, это больше связано с тем, что каждый человек пытается понять, кто я. И когда существовало диспетическое управление, да, когда нам чётко говорили, кто вы, вы рабочие, вы крестьяне, то сейчас человек имеет право, имеет возможность понять, кто он на самом деле. И не получая правильных ответов, не получая поддержки в распознании своей личности, или наоборот, получая очень чёткие установки, когда ребёнку говорят, ты ничто, да, его унижают учителя, с чем очень часто обращаются украинские школьники, украинские родители, что в школе они не получают надлежащей поддержки, надлежащей защиты, в школе они чувствуют себя небезопасно. Мы не говорим о западном обществе, мы говорим о реалиях сегодняшней Украины. Понятно. Ну а вот насколько в этой ситуации велика вина и ответственность, скажем, семьи, а насколько школы и общество, скажем, тех образовательных учреждений, которые у нас есть, в каком процентном соотношении эта ответственность распределяется, вот по-вашему? Я считаю, что мы на 100% ответственны за своё поведение как взрослых, как профессионалов на своём рабочем месте. То есть я на 100% ответственна как родитель, я на 100% ответственна как психолог на своём рабочем месте, я на 100% ответственна как педагог на своём рабочем месте. И если я беру эту стопроцентную ответственность за всех тех, с кем я взаимодействую, те паттерны поведения, которые я транслирую, понятно, что они влияют на детей и влияют на моих окружающих. И каждый из нас не может сказать, что я не ответственен за то, что это случилось. Я ответственен за последствия своих действий, за последствия своих высказываний. Мы все ответственны за это. Нельзя сказать, что мы к этому не причастны. Мы все часть этого сообщества, которое формирует детей. Это наше будущее. Мы несем за них ответственность. Ну, иными словами, получается так, что нельзя сказать, вот в этом преимущественно ответственность школы или преимущественно ответственность семьи. Все, кто принимал участие в воспитании, так или иначе, несут за это ответственность. Ну, хотелось бы задать еще такой вопрос конкретно по поводу этого вот казанского стрелка, хотя мы понимаем, что, может быть, информации недостаточно. Но вот все-таки то, что он писал на своем телеграм-канале в соцсети, который он завел перед совершением этого преступления, оно, ну, несколько шокирует. А именно он писал там о том, что вот он якобы возомнил себя Богом и всех остальных своими рабами, и, соответственно, ему вот необходимо уничтожить человечество, потому что оно стало якобы какой-то ошибкой. Ну, то есть мне вот, не знаю, как человеку верующему здесь видится такая болезненная гордыня, которая вот в свое время не была вовремя пресечена, то есть как человек не провел определенной такой аналитической работы над своими ощущениями, вот над тем, что он чувствует, и в итоге эта гордыня довела его вот до такого состояния. А вот вы как психолог, может быть, вы видите там какие-то проблемы психологического характера, или что-то еще в этом духе? Ну, во-первых, я бы хотела напомнить, что это подростковый возраст, это проблема самоидентификации, проблема самопринятия. И это крик о помощи, заметьте меня, отреагируйте на меня. И что сделало учебное заведение, мы просто исключили. То есть не пытались помочь, не пытались как-то найти взаимодействие с этим ребенком. И он это транслировал в своей среде, не имея возможности достучаться, он начал это транслировать. И это приобрело искривленную форму, крайнюю форму в своих проявлениях. То есть уничтожить, я не понимаю эту среду, я не понимаю это общество, поэтому единственный способ его уничтожить. Это тупиковое, понятно, тупиковое ветвое мышление, ошибочная предпосылка, но тут важно дать каждому ребенку, каждому человеку, что всегда есть выход, всегда стоит бороться за свою жизнь. Ты имеешь ценность, своя жизнь имеет ценность. И если бы реально верующие люди встретили этого человека и дали ему помощь, ту, которую он искал, любовь, принятие, заботу, я думаю, что таких страшных последствий мы бы не были, мы бы сегодня о них не говорили. Ну вот это, что касается психологических, так сказать, мотивов данного конкретного преступника. А вот что касается все-таки поведения общества по отношению к подобным людям, вот как вы сказали, подросткам, хотя я не знаю, насколько там можно 19-летнего, совершеннолетнего человека относить к подросткам. Вот, кстати, тоже вопрос, может быть, вы на него ответите. Но тем не менее, как общество должно выявлять и предотвращать подобные случаи? Возможно, имеет смысл ввести какую-то систему, ну я не знаю, что ли, психологических каких-то консультаций, чтобы выявлять хотя бы этих людей. Но видите, он ведь даже проходил медосмотр у психиатра на получение разрешения на оружие и прошел его, что удивительно, собственно, при его проявлениях таких. То есть можно ли это как-то отследить на ранних стадиях? Ну, в любом случае. Есть семьи, которые в первую очередь подвержены риску. Да, это не полные семьи. Это семьи, где трудное социальное состояние, где родители уделяют больше, много времени работе, не могут быть вместе с ребенком. И если конкретные ситуации появляются уже в этой школе, в учебном заведении, то для этого существуют психологи в школах, существуют классные руководители. И задача не воспитывать, то есть не указывать на ошибки, а сколько помогать понять причину своего поведения и дать поддержку, да, и перенаправить этого ребенка с агрессией на мир и на все в русло продуктивное, в русло развития. По поводу подростков. Смотрите, ну, в разных странах действительно есть разные классификации, хотя конкретно в стране, где это произошло в России, в 19-летии тоже совершеннолетний человек, но, например, в тех же Соединенных Штатах, да, мы, например, мы совершеннолетние, там, с 21-го года. Я считаю, что все-таки психика этого человека недостаточно зрела, да, и я оговорилась, назвав его подростком, конечно же. Но на что стоит обратить внимание? Он же обращался, он обращался в разные инстанции, он обращался в больницу, у него и из того, что я слышала, что у него есть какие-то формации, ну, формации в мозге, то есть есть предположенность, что те диагнозы, у которых его есть, он жалуется неодноразово, то, скорее всего, эти опухоли или что это может быть, они могут влиять на поведение. Если они давят определенные центры мозга, они могут давать очень интенсивное и неконтролируемое поведение, приступы агрессии неконтролируемые. И тут вопрос, да, врачам, как они это пропустили, и он же выводит точно так же к военкомату, да, то есть если бы этот человек пошел с оружием, он вот так получил оружие в мирном состоянии, если бы он пошел в военную ситуацию, я думаю, что жарко было бы намного больше. Ну да, кстати, вот это интересный вопрос. Я просто сам неоднократно проходил подобные тесты и помню, что во всех них есть вопросы по типу «У меня часто бывают головные боли?» Вот ответить нужно «Да» или «Нет». И этот вопрос повторяется несколько раз. Здесь же писали, что у него были вот эти вот проблемы с мозгом, и он постоянно испытывал головные боли. То есть как это можно было не выявить при какой-то медкомиссии, соответственно, но это для меня очень странно. Наверное, здесь также присутствует некая ответственность и врачей, и непосредственно психиатра, который проводил вот этот вот осмотр при выдаче разрешения на владение огнестрельным оружием. Как вы считаете? Понимаете, искать виновных всегда проще. Указывать пальцем виновные эти, эти и эти. Но ситуация сложилась, и сейчас что с этим делать? Важно. Что с этим делать, чтобы такого не случилось больше? Это более важно. Как помочь тем жертвам, которые пережили травматический опыт, которые были в этом здании, у кого пострадали родные, близкие? Я вот тут просто к чему ввел, к тому, что а может ли такой человек с подобными вот проявлениями в мозгу, с подобными диагнозами как-то их замаскировать или скрыть при таком хорошем медосмотре? То есть возможно ли это в принципе? Это ведь для чего нужно знать? Для того, чтобы понимать, можем ли мы выявлять вот на этапе этих медосмотров подобные предрасположенности у людей? Ну, смотри, если мы говорим о медосмотре, да, за время контакта с пациентом, если это полчаса, если это какое-то ограниченное время, не всегда удается сразу раскрыть, тем более, раскрыть все глубины личности, тем более, человек это довольно сложный механизм, и головные боли, он мог об этом не сказать или мог об этом забыть, то есть сказать, что это умышленно скрыли, я не согласна, да, то есть он мог и скрыть это умышленно, он мог об этом просто забыть, то есть, или это уже было как бы, ну, целенаправленное решение, то есть, ведь он получил разрешение на оружие с определенной уже целью. Ну, вероятно, да, потому что писали, что получил он его недавно, и как бы перед этим вел себя агрессивно в семье, там, в коллективе и так далее. Ну, здесь, вы понимаете, есть разные отзывы, и кто-то пишет, что он был спокойным ребенком, и никто не мог на него пожаловаться, другие говорят, что он, да, действительно, был такой с самого начала, но вы же понимаете, что если есть какие-то проявления, и мы на них не отреагировали, это одно, а если он их скрывал, это другое. Вот эти вот сейчас разговоры о комплексе Бога, опять, есть двойственное мнение, то есть, одни говорят, что он притворяется, чтобы избежать наказания, другие говорят, что все-таки это действительно правда, и тут только покажут заключение психиатрической экспертизы, скорее всего. Я благодарю вас за эту беседу, Юлия. В гостях у международной панорамы была психолог Юлия Халевич. Тем временем, на протяжении последних двух недель в Колумбии проходят протесты против инициированной правительством налоговой реформы, суть которой заключается в повышении налогов для рядовых граждан. По меньшей мере 31 манифестант погиб, 1220 получили ранения и 87 пропали без вести за неделю протестов. Об этом сообщается в отчете Колумбийского института исследований развития и мира, который включает данные правозащитных организаций и офиса омбудсмена. Протесты в Колумбии против повышения налогов идут уже третью неделю, несмотря на отказ президента Ивана Дуки расширять применение НДС на бензин, коммунальные услуги и базу подоходного налога. Помимо отмены налоговой реформы, рабочие и студенты требуют пересмотреть условия санитарной чрезвычайной ситуации и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками, а также демилитаризовать города и наказать виновных в убийствах протестующих. По всей вероятности, для того, чтобы справиться с волнениями, колумбийские власти задействуют в числе прочих и проверенную временем тактику убийств лидеров протестов так называемыми эскадронами смерти. Так, 11 мая стало известно о том, что колумбийский студенческий активист Лукас Вилья скончался почти через неделю после того, как в него выстрелили восемь раз во время мирной акции протеста против правительства президента Ивана Дуки, сообщает СНН Испаньол со ссылкой на заявление университетской больницы Сан-Хорхе де Перейро, где он проходил лечение. 37-летний мужчина был одним из трех студентов, застреленных неизвестными боевиками на мотоциклах во время демонстрации вечером 5 мая в Перейре в городе в Центральной Колумбии. Найм бандитов на мотоциклах для ликвидации политических оппонентов довольно распространенная в Латинской Америке тактика политической борьбы, начиная с 60-х годов прошлого века. Как видим, к сожалению, она до сих пор в ходу. Американская пресса освещает протесты в Колумбии в крайне негативном ключе, что неудивительно, учитывая проамериканский правящий режим в стране. Примечательно, что CNN прямо пишет о том, что бедные страны, такие как Колумбия, в условиях коронакризиса должны повышать налоги, так как у них нет возможности печатать вертолетные деньги, как это делают США и ЕС. Таким образом, в условиях кризиса либеральная экономическая мысль не предлагает развивающимся странам ничего другого, кроме повышения налогов и дальнейшего обнищания и без того бедного населения. Ситуация в Колумбии в этом плане показательна, так как может стать прообразом аналогичных протестов в других странах мира, не только в Латинской Америке. Чем больше население земли будет страдать от экономического кризиса, спровоцированного пандемией, тем чаще будут возникать подобные протесты. А на этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная Панорама и я, Даниил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Субтитры сделал DimaTorzok